Всем привет, с вами Андрей Сонар, ну и очередные небольшие новости с производства Тайм Триал. Наступила весна, помаленьку подкрадываются самые-самые жуткие моменты Аврала весеннего, но мы, я думаю, справимся. Итак, что же у нас тут интересного? Собирается экшен, одна из самых наших популярных, простых, спортивно-туристических байдарок. Сварной корпус, высокая надежность, классические формы. А сзади меня вот такой шикарный 7,5-метровый дракон. Что это такое, я расскажу позже, пока это интрига. Очередной Джон Бот. Здесь собирается байтбот большой с фальшбортом. Наверху традиционно веги да фишкаяки. Веги и фишкаяки это наши самые популярные лодки. Прекрасный варварчик. На сборочке. Сейчас много заказывать стали пушек. Пушки это сверхлегкие моторные лодки. Вес лодки всего 13 килограммов при размере 380 сантиметров. И 11 килограммов при размере 330 сантиметров. Это для моторной лодки какие-то нереальные цифры. Но понятное дело, что к лодке, сделанной из легких материалов, нужен особый подход. На этой лодке нельзя лихачить, нельзя натыкаться на какие-то острые твердые препятствия. Естественно, прочность ТПУ ткани в такой толщине меньше, чем ПВХ ткани толстой. Аналогичная лодка, сделанная из ПВХ ткани, будет весить 35-40 килограммов, а не 13. Но тем не менее, при бережной и аккуратной эксплуатации лодка очень надежна. Это лодка для тех, кому в первую очередь нужен минимальный вес комплекта. Вот такая лодка 13 килограммов, к ней какой-нибудь Меркурий 3,3 весом тоже 13 килограммов. И получается вообще просто идеальный комплект. При таком весе она даже под моторчиком 3,5 лошадиных силы выйдет на Глисс. А вот тут еще одна пушка, и здесь она уже практически завершена. Видно хорошую защиту форштевня, а также весьма развитую защиту низа баллона. Это необходимый минимум для лодки, сделанной из тонкой ткани топовой. А это баллоны для Веги, и из них будут уже собираться наши самые-самые популярные байдарки. Наверху еще одна пушка. Вот это корпус 380-й пушки, и весь этот корпус, один только корпус пустой, весит не более 4 килограммов. А здесь собирается очередной Джон-бот. И судя по его размерам и хвостовому вырезу, это не стандартный Джон-бот, какой-то большой Джон-бот. Размер, как мне тут подсказывает, 125 на 420. То есть он длиннее и шире стандартного Джон-бота. Вот я до сих пор удивляюсь тем, кто на легких лодках, на каяках, с собой возит железный якорь. Ну зачем, если уже давно придуманный... Вот целая куча лежит. Это каякари, это насыпные якоря, которые в свернутом виде весят там считанные граммы. А наполнить их можно любым количеством влажного песка, камней, и они надежно держат практически любую лодку. Я ими держал даже моторную лодку на течении, просто подсыпал побольше, объем там позволяет. Расскажи, пожалуйста, что это за лодка такая? Йоу, всем привет! Это одна из самых наших популярных лодок. Называется она Action 385 Time Trial. Time Trial, время испытаний. Испытай себя вместе с нашими лодками, лучшими лодками на территории этой галактики, вселенной и вообще бытия. Покупайте, 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 обязательно. Ему надо не в ОТК работать, а в менеджеры идти, причем старшим менеджером. Обновление в ассортименте устанавливаемой фурнитуры. Здесь можно увидеть специальную полоску, сделанную по принципу MOLLE. MOLLE это общемировой стандарт крепления различного оборудования, экипировки, используются военными. Очень удобная и практичная система, когда вот в такие кармашки вдевается стропа и фиксируется тем или иным образом. Например, пряжкой, липучкой или с помощью специальной пуговицы клеванта. В данном случае это четырехточечный бедренный упор, который установлен на пакрафт-волнобой. Но также эти полосы можно применять и для установки совершенно любого съемного оборудования. О, а вот эта вещь уникальная. Наконец-то ее укомплектовали. Это фиш-каяк Эва. Старый добрый наш проверенный фиш-каяк Эва. Только он сделан из ТПУ. Получается это пакрафт, но это каяк. Основные конструктивные отличия от фиш-каяка Эва связаны в основном с уменьшением веса. Убрана носовая косынка при таком диаметре баллонов и при таком размере носовая косынка не нужна. Место тяжелого фиш-трона установлено на люверсах сидения от Бигфишпака. Оно показало себя очень удобным, поэтому используется и в этой лодке. Но при необходимости есть возможность установить стандартный фиш-трон, который, правда, весит в три раза тяжелее, чем вот это сидение. Но в остальном это проверенный фиш-каяк Эва, которых производится уже очень много. Это одна из самых наших популярных лодок. Вот, пожалуйста. Вот фиш-каяк. На степелях здесь фиш-каяк. Это все фиш-каяки Эва. Мы не запускаем лодку в продажу без всесторонних испытаний. И ближайшие испытания будут уже через несколько дней. Проверим. После этого будет принято решение о запуске вот этого фиш-каяка из ТПУ в серию. А вот тут идет уже моделирование с помощью бумажки. Из Теплера. Да, конструкторы наши самые высокие технологии используют. Не только вот всякое там это вот 3D-моделирование, но еще и вот. Называется доверяй, но проверяй. В 3D сделали, потом распечатали. Вывезли и собрали. В общем, есть у нас дракон. И из него нужно сделать действительно впечатляющего, злого, страшного такого огнедышащего дракона. И я еще рекомендую сюда какие-нибудь полосы полухачные, типа складки будут создавать. Именно в рисунок вот этот, морщины, что можно дорисовать рот. Ну то есть вот так. Здесь не должен быть вот этот скругляшек. Да, я согласен. Что-то такое должно быть агрессивно. Вот такие новости. С вами был Андрей Санар. Всем пока.